Привет всем! Рада видеть вас на своем канале. В этом видео попытаюсь развенчать 7 самых популярных мифов об Испании. Я, как очень активный и развитый инсайдер с 10-летним стажем проживания в Испании, могу предупредить сразу, что если в некоторых моментах я в чем-то критикую то или иное явление, это совсем не говорит о том, что я не люблю свою вторую родину. Поэтому, дорогие мои зрительницы и особенно зрители, попрошу не выступать в роли пограничников и не писать мне про вокзал, про чемодан, отправлять меня назад в Россию, потому что любому блогеру, любому обозревателю присуща своя индивидуальная точка зрения на то, что он видит. Если вы не согласны с моей личной оценкой происходящего вокруг в Испании, в этой прекрасной стране, то у вас есть возможность переключиться и посмотреть программу Скобеевой или Малышевой. Итак, миф номер один. Считается, что в Испании, благодаря средиземноморской диете или диета Медитиране, здесь люди питаются очень правильно и сбалансировано. Ведь составляющие этой диеты это свежие овощи, фрукты, оливковое масло, рыба и мясо в небольших количествах. Считается, что именно благодаря этому в Испании такая хорошая продолжительность жизни. У женщин она составляет 87 лет, у мужчин 81 год. Я хочу вам сказать, что все это байки, все это выдумки про средиземноморскую диету, которой придерживается каждый испанец или испанка здесь, потому что испанцы едят очень много мяса. И это не только мое наблюдение. То, что происходит здесь, в Испании, даже осуждает Всемирная организация здравоохранения, которая рекомендует в год употреблять не более 21 килограмма мяса на человека. И в Испании этот показатель превышает 50 килограмм. Если вы зайдете в любой бар, если вы окажетесь в любом локальном ресторане, то 2 трети меню это будут мясные блюда. Сальчича, сальчичон, чулетон, салями, хамон обычный, хамон косейду. Но здесь давайте откажемся от экстремальной критики ресторанов со звездами Мишлен. Элегантных ресторанов. Потому что все больше из них переходят на приготовление пищи при низкой температуре, много часов. Там совершенно другие ингредиенты. Я имею в виду качество прежде всего. Но то, что без сомнения, что в обычных заведениях общепита вы можете увидеть типичные испанские блюда, которые готовятся исключительно методом жарки. Это крокеты, это тортилья, это кочанио фриту, это такос де пескадо, это перчики падрон. То есть очень много блюд в испанской традициональной кухне подразумевает их жарку в обильном количестве масла. При этом, конечно, я не могу сказать, что вы не имеете права в том же ресторане, в том же локальном баре выбрать гарнир по душе. Попросите вместо картошки фри салат и тем самым вредное жареное блюдо, то же говяжью вырезку, то же мясо на кости, либо гамбургер. Вы сбалансируете зелеными свежими овощами. В пункте 2 давайте не будем далеко отходить от стола. Помню в детстве мне говорила мама, что нельзя в публичных местах за столом, когда праздники, когда собрано очень большое количество разных людей, это не только близкие родственники, нельзя обсуждать три темы. Это политика, это религия и здоровье. И коль уж в этом видео мы с вами решили поговорить о самых распространенных мифах в этой стране, то если кто-то думает, что испанцы это культурные европейцы в большинстве своем, которые также не затрагивают эти темы за столом, вы ошибаетесь. На самом деле мне приходилось бывать в разных компаниях, не надо здесь писать в комментариях, все зависит от вашего окружения. Давайте сегодня поговорим об общая, снова возьмем эту пропорцию и поговорим о 80% населения. Когда вы придете в компанию к незнакомым людям, будет это застолье организованное дома, либо же вы выйдете в ресторан, либо в бар со своими испанскими друзьями. Здесь, конечно же, самая популярная тема – это обсуждение здоровья. Обсуждение своих болячек, заболеваний, операций, которые предстоят родителям. То, что произошло, когда кто-то, например, съел несвежую рыбу. Что касаемо политики, то это тема, которую мы, как правило, особо не затрагиваем, особенно вот в настоящее время, потому что наше общество в любой стране очень сильно политизировано, и не хочется элементарно портить настроение собеседнику, ввязываться в какие-то дискуссии. Испанцы в этом отношении, они совершенно не придерживаются этого правила. Более того, вам скажу, что при встрече, при знакомстве, они пытаются так или иначе как можно скорее перейти к квалификации, чтобы, так сказать, не склеснуться популистам с коммунистами, либо же наоборот. Эти два совершенно противоположных класса находятся очень далеко друг от друга. Одни живут на государственные пособия, другие пытаются выстоять в условиях тяжелого кризиса. Я имею в виду, прежде всего, предпринимателей. Поэтому люди либо кучкуются с себе подобными, либо, когда эта компания совершенно незнакомых людей, пытается как можно раньше выяснить. Who is who? Что касаемо религии, давайте перейдем к следующему распространенному мифу, что испанцы очень религиозны, потому что кто приезжает первый раз, начинает путешествовать по этой стране, он видит, что очень много религиозных праздников, очень много церквей. В каждой небольшой деревне это какая-то небольшая церковь, небольшой приход. И постоянно любой праздник так или иначе связан с вынесением образа Девы Марии из католического крама, либо же шествия по центральным улицам, не с иконами, а здесь это такие вот большие пластиковые куклы, которые либо изображают Деву Марию, либо изображают Иисуса, либо изображают какого-то святого. Каждая деревня имеет своего покровителя, каждый город имеет своего покровителя. Но почитание святых в последнее время для испанцев больше всего напоминает лишний выходной день, повод элементарно собраться с друзьями, пойти в тот же бар. По статистическим вопросам, достаточно большое количество испанцев может себя отнести к верующим людям. Это приблизительно 84%. Но всего лишь один из шести посещает воскресные мессы в церкви, участвует в каких-то религиозных шествиях. Следующий миф достаточно популярный и распространенный среди нашего населения, которое привыкло путешествовать по Испании, думать о Европе как о неком супертолерантном пространстве. То, что испанцы очень терпимы, очень толерантны, что никогда человек проперсингованный, протатуированный, человек с нетрадиционной ориентацией здесь не может вызвать каких-то негативных эмоций или чувств. Я вам скажу, да, это так, но только на публике. То есть человек, опасаясь осуждения других, сейчас опасаясь преследования по закону, он, конечно же, особенно в незнакомом месте не будет проявлять свою нетолерантность, не будет говорить о том, что он осуждает ту или иную группу населения, тех же африканцев, которые прибывают с соседнего материка в надувных лодках. Ну, конечно же, внутри семьи, либо когда вы сблизитесь с какими-то испанцами по работе, либо будете уходить, отмечать какие-то праздники, вы, конечно, почувствуете то, что разговоры могут быть эмоционально окрашены. Особенно вы почувствуете это, когда вы будете искать работу, потому что испанцы, да, они могут с радостью, с улыбкой расцеловать вас при встрече, пригласить на собеседование, выслушать даже ваш часовой рассказ о профессиональной траектории. И даже если вы будете профессионально опережать других соискателей, то в незнакомом месте вас вряд ли примут на работу без рекомендательного письма, либо без связей. Конечно, если мы говорим о каком-то большом предприятии, о большом отеле, отельной группе тем более, когда собеседование представляет из себя многоступенчатый отбор, то там, конечно, ввиду того, что и требуется всегда огромное количество людей, что там происходит и ротация, и какая-то нехватка сезонная особенно, то там вас, конечно, могут взять, даже не посмотрев на то, что вы приехали, например, сейчас из недружественной России. То есть еще раз хочу уточнить, если речь идет о большом каком-то производственном комплексе, либо об отельной сети, то не переживайте, никакой дискриминации не будет. Речь о недоверии, о нетолерантности, о небольших проблемах с трудоустройством, я бы сказала, что может иметь иностранец в какой-то особенно локальной зоне, в глубине материка. Но если мы с вами будем говорить о карнавалах, о праздниках, о дружеских посиделках и о теме алкоголя, то испанцы с огромной охотой кучкуются с нами, с иностранцами. Они не видят ничего предосудительного, ничего сложного, даже если вы не владеете испанским языком. В этом пункте я хочу развеять миф, еще один очень популярный, распространенный, про то, что испанцы умеют пить. Коль уж они не пьют водку, пьют вино, и каждый из вас, не представляя быт испанца изнутри, рисует, что вот он сидит с накрытым столом, с красивыми тапосами, с красивыми бокалами вина, пьет по чуть-чуть. Ребята, я вам хочу сказать, что это не совсем так. Особенно, когда кучкуются испанские друзья, коллеги по работе, родственники и выходят в поркопос. Солир поркопос. Здесь это звучит так. Вы можете, конечно, увидеть, например, зайдя в бар, что сидят люди, вроде бы чинно-мирно-благородно. У каждого напротив стоит своя копа либо с ромом, либо с джентоником. Но на самом деле, мало кто знает, что испанцы очень любят ходить из бара в бар. То есть за ночь они могут посетить 3-5 заведений. То есть в каждом за ночь они разопьют около 2-3 коп на человека. И, естественно, вы даже не подразумеваете, в каком состоянии большинство из них возвращается домой. На самом деле, это очень распространенное испанское явление. Напиваться до поросячьего визга, как бы мы здесь сказали. Это может быть человек из очень хорошей, приличной семьи. Но когда он объединяется со своими друзьями, то они, конечно, в большинстве случаев теряют чувство меры. В Испании спиртные напитки, легкие, как считается здесь, пиво, вино употребляется ежедневно. Не то, что у нас, только по пятницам и по субботам. Поэтому, если, конечно, подсчитывать количество алкоголя, которое пьет среднестатистический испанец в год, вы, конечно, будете удивлены. Последний миф, очень распространенный и популярный, как я замечаю, среди наших мужчин СНГ, я ставила напоследок, так сказать, десертом. Когда я выпустила видео про профиль современных испанских женщин, на меня накинулись буквально разъяренные стаи наши российские, украинские, белорусские богатыри. Они меня критиковали, разносили меня в пух и прах, говорили, что я ничего не понимаю и что я, может быть, вообще не проживаю в Испании, раз вообще не знаю ничего про испанских женщин, что на самом деле они и красивые, и харизматичные, и рядом какие-то славянки, но вот рядом не стояли, чуть ли не с испанскими красавицами. Здесь я что хочу вам пояснить, что, ребята, не надо путать ухоженность с природной красотой. По статистике, вот если вы пройдетесь по центру города, то вам будет стоить, конечно же, минут пять найти из толпы проходящих мимо вас, женщин, какую-то яркую, харизматичную красавицу-сеньору. У нас это, например, очень распространенное явление, когда вы идете по улице и на вашу встречу шагает одна, вторая, третья, и вы не понимаете, как вообще такое возможно, да, столько красавиц на один квадратный метр. В Испании, я вам скажу так, можно встретить на улице красивую женщину, но здесь не нужно путать красоту с ухоженностью. В Испании очень мало женщин, можно назвать ухоженными. Здесь, конечно, влияет два фактора. Это и нежелание делать что-то с собой, прежде всего, заниматься какими-то эстетическими процедурами. И второй момент, это, конечно же, у большинства женщин просто нет финансовых средств на это, особенно в последнее время. Плюс еще, конечно же, влияет движение феминисток, которые распространяют такую мысль, что надо либо меня любить такой, какая я есть, либо я без этой любви вообще проживу. То есть, понимаете, да, про что сейчас современные испанские женщины. Они совершенно не про красоту, они про удобство, они про самодостаточность, они про независимость, они про непотребность в любви. Поэтому вы, русские, украинские, белорусские, казахские мужчины, вы, пожалуйста, придержите коней ваших. Если вы не согласны с каким-то мифом, который я развенчала, с тем, что я говорю, вы просто напишите, как оно есть. Что, Катерина, я придерживаюсь другой точки зрения, что я путешествовал по Испании, был во всех ее автономиях, и вот ты говоришь здесь не совсем точные вещи. То есть, пожалуйста, вы, лежа на диванах в Уфе, в Барнауле, в Бийске, обоснуйте, почему вы со мной не согласны и приведите свои аргументы. Ну, а на этом все. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось и, как всегда, было очень информативным. Обязательно поставьте ему лайк, чтобы замотивировать меня на съемку дальнейших репортажей на канале «Райская жизнь на Канарах». А с вами была Екатерина. Всего хорошего и остапронто! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова